МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии последний в 2020 году информационный выпуск Республика. По традиции мы подводим итоги, говорим о планах на будущее, поздравляем друг друга и ждем приятных сюрпризов. Ты права, Татьяна. После того, что всему миру, стране и республике пришлось пережить за эти 366 дней, приятные сюрпризы нам особенно нужны. Сказать, что этот год выдался трудным, не сказать ничего. А ведь ровно год назад мы мечтали о том, что магическая цифра 2020 перенесет нам удачу. Да, уходящий год стал серьезным испытанием для всех нас. Но что-то хорошее, светлое, доброе все-таки было. Давайте поговорим о том, что не сбылось, а что получилось, что разочаровало, а что помогло выстоять. 2020 полностью оправдал нехорошую славу, которая присуща високосным годам. И превзошел ожидания всех пессимистов вместе взятых. Год начался с очень неприятного политического события – отстранения от должности главы Чувашии. Временно исполнять обязанности руководителя региона президент Владимир Путин поручил Олегу Николаеву, депутату Государственной Думы от Чувашии. Впервые в нашей истории высокий пост занял представитель партии «Справедливая Россия». Собственно, для всей страны это редкость. Однако, едва вступив в должность, Олег Николаев призвал все политические силы к объединению. Ровно через месяц стало ясно – без консолидации усилий не обойтись. К началу марта COVID-19 добрался до России. В середине месяца в республике зарегистрировали первого заболевшего, а спустя еще полторы недели большинство жителей Чувашии отправились в вынужденный отпуск. Угроза, нависшая над нами, требовала принятия целого комплекса мер. Власти отреагировали в кратчайшие сроки. Это и врачи, и сотрудники органов внутренних дел, и сотрудники Роспотребнадзора, которые находятся на, скажем там, переднем краю этого процесса. Но и все больше и больше активных граждан вовлекаются в этот процесс. В частности, создан волонтерский центр. Я бы так сказал, даже не создан один. Их увеличивается, количество этих центров. Волонтеры 2020 войдут в историю наравне с медицинскими работниками, как герои нашего времени. Девиз «Перле вместе», приготовленный для празднования столетия Чувашия, наполнился более глубоким смыслом. В ответ на призыв руководителя региона Олега Николаева к добровольческому движению присоединились студенческие отряды, производственные коллективы, предпринимательское сообщество. Люди помогали друг другу, волонтерам, медицинским работникам. На средства, поступившие в фонд развития «Перле», удалось приобрести дополнительные единицы медицинского оборудования. Предприятие «Русгидра», которое один из первых, откликнулся и предложил свою помощь, и выделил 5 миллионов рублей. На эти средства приобретаются препараты ИВЛ. «Хивил» направил полтора миллиона рублей. Во многом благодаря помощи волонтеров удалось сделать так, чтобы ветераны Великой Отечественной войны ощутили День Победы в полной мере. Пожилым людям помогли подготовиться к празднику. Все акции, посвященные героям войны, перекочевали в сеть интернет, и от этого стали еще масштабнее. Проект «Вместе гордимся» Перле Мухтанаппар помог вписать в историю тысячи и тысячи имен, и теперь их запомнят даже самые маленькие участники акции. Параду приступить! Сейчас Ивану Степановичу более 95 лет. В годы войны он был командиром минометного взвода, воевал на Ленинградском фронте, освобождал Эстонию. Удостоин ордена красной звезды, медали за отвагу и других наград. Пусть в этом году не удалось провести большой парад победы, но это не значит, что мы забыли подвиги наших героев. Концерты и шествия под окнами ветеранов – знак того, что все трудности временны, а наша благодарность вечно. Следующий год в Чувашии тоже будет посвящен событиям Великой Отечественной. В память о трудовом подвиге жителей республики он объявлен Годом строителей оборонительных рубежей. Уже сейчас мы узнали множество важных фактов и деталей о героях этой великой стройки. Но еще больше нам предстоит сделать для восстановления исторической справедливости. Уходящий 2020 год войдет в историю как год конституционного строительства. Основной закон Российской Федерации был принят в 1993 году. С тех пор в него несколько раз вносились поправки. В частности, этим летом почти 78% граждан страны проголосовали за дополнение уточнения, касающееся президентского срока, установления статуса русского языка, запрета на отчуждение территории и других важных вопросов. Вот для меня, для врача, важно прописано конституцией, что любой житель нашей страны, в дальнем лесе или он находится, или в городе, он должен получить качественную медицинскую помощь. Вообще, уходящий год выдался богатым на судьбоносные события. В Чувашии прошли выборы главы республики. На этот высокий пост баллотировались пять кандидатов, представителей политической партии и самовыдвиженец. Временно исполняющий обязанности руководителя региона, справедливый рос Олег Николаев, как раз шел как самовыдвиженец. Однако его кандидатуру, помимо соратников, поддержали и члены «Единой России», и партия «Родина». Выборная кампания проходила в настоящей конкурентной борьбе. Впервые кандидатам были созданы равные возможности, вплоть до организации специальных площадок для встреч с избирателями. Как итог, количество жалоб было намного меньше, чем на предыдущих выборах. Не было скандалов, вызванных использованием черного пиара. За ходом кампании и самого голосования следил штаб общественных наблюдателей сформированной Общественной палатой республики. Впервые был создан информационный центр, где журналисты и просто все желающие могли получить оперативную информацию, пообщаться с экспертами, представителями кандидатов, обменяться мнениями. На самом деле есть искреннее такое намерение быть максимально честными и ясными в вопросах проведения выборов. Слава Богу, я дожил до того дня, когда никто мне не указывал, как я должен преподносить эту или иную информацию. В этом отношении, конечно, опыт удачный. Результат выборов – убедительная победа Олега Николаева. Его поддержали более 75% проголосовавших. По сути, это было выражение согласия с тем курсом, который выбрал руководитель региона со своей командой. В сентябре же по итогам выборов были сформированы и органы местного самоуправления. А к концу осени прошли конкурсы на должность глав администрации муниципалитетов республики. В экономике Чувашии в выходящем году произошли очень важные изменения. И далеко не все они продиктованы пандемией. Впервые в регионе был создан Высший экономический совет. Принят закон, запрещающий снижать величину прожиточного минимума. Утверждена комплексная программа социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы. Существенную государственную поддержку получили представители малого и среднего бизнеса. Выстроить четкий и понятный механизм работы с инвесторами и уменьшить административное давление на бизнес. И тогда уже говорить об увеличении инвестиционного потока. Такие задачи ставит правительство Чувашии перед новым структурным образованием – Высшим экономическим советом. Курирует совет председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы России Анатолий Аксаков. Уже на первом заседании участники единогласно признали – Чувашии нужен новый вектор развития. По предложению тогда еще в Рио главы республики Олега Николаева началась разработка комплексной программы социально-экономического развития региона. В течение полугода Международный центр развития регионов в тесном сотрудничестве со всеми органами исполнительной власти, муниципалитетами республики, общественниками и экспертами из бизнес-среды трудились над документом, который должен был охватить все ключевые направления. В пятилетнюю программу развития республики вошли более 1400 проектов и программных мероприятий, в том числе 1120 по инфраструктурному развитию и социальной сфере, 320 инвестиционных. Для ускоренного социально-экономического развития мы включили в программу 5 масштабных проектов с общим финансированием до 2024 года в размере 5 миллиардов рублей. У нас будет поддержано создание индустриальных и агропромышленных парков, также обеспечено развитие МСП, предоставлены микрозаймы, гарантийная поддержка субъекта малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут в том числе и субсидированные ипотечные кредиты гражданам, а также создание инженерной инфраструктуры и для строительства жилья в регионе. Расчетный объем финансирования комплексной программы составит более 264 миллиардов рублей. Одна из его приоритетных задач – снизить миграционный отток населения, возвратить людей в республику, обеспечив их рабочими местами. Кроме того, повысить уровень жизни населения, разработать новые ипотечные программы для семей с маленькими зарплатами, субсидировать строительные компании, почти вдвое увеличить экспорт агропромышленной продукции. В развитии промышленности Чувашии ставки делают на машиностроительную, электротехническую и химическую отрасли. Ключевая часть – обрабатывающие предприятия. Они смогут разместиться в технопарках, территориях с льготными условиями ведения бизнеса. Таких планируют создать 8, в том числе и в Новочебоксарске, который станет территорией опережающего социально-экономического развития. Создание реабилитационных центров, развитие IT-технологий – все это тоже заложено в документе. До 2024 года на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии будет выделяться по 1 миллиарду рублей в год. Выделенный в этом году транш правительство республики направило на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. И на следующий год запланированный 1 миллиард рублей частично пойдет на поддержку бизнеса – 650 миллионов рублей и 350 миллионов на развитие строительной отрасли. Планируют субсидировать ипотечные кредиты. Удержаться на плаву в 2020 предпринимателям было непросто. Комплекс мер по минимизации рисков для бизнес-сообщества, предложенный правительством страны и региона, стал спасательным кругом в условиях пандемии. В целом объем бюджетных ассигнований на поддержку бизнеса был увеличен в 23 раза от запланированного. В связи с решениями президента страны, которые были направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии, у нас более чем 28 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, это в основном малый и средний бизнес, получили поддержку в различных формах. Это отсрочка арендных платежей, отсрочка оплаты налогов, субсидии на оплату заработной платы, льготные кредиты на поддержание численности работающих. К тому же сроки рассмотрения заявки на получение микрозайма были сокращены до одного рабочего дня. Максимальная сумма выдаваемой гарантии по кредиту на один субъект малого и среднего бизнеса увеличена до 100 миллионов рублей. Мы единственные из 10 регионов, которые вошли в индивидуальную программу социально-экономического развития, которые на 100% выполнили все плановые показатели. Так, на сегодняшний день гарантийный фонд у нас вообще имеет уникальный размер капитализации, более миллиарда рублей. Данная мера позволяет нам выдавать поручительство от республики на сумму до 100 миллионов рублей. Это одна из, наверное, самой крупной даже в ПФО суммы. Гарантийному фонду «Чувашия» на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 454 миллиона рублей. Фонд обеспечил поручительство на реализацию 36 инвестиционных проектов. Поддержка бизнесу чаще всего нужна была при покупке оборудования, транспорта, строительстве и приобретении недвижимости. Центр «Мой бизнес» предоставил предпринимателям 400 микрозаймов на сумму более 960 миллионов рублей. Объемы поддержки к следующему году хотят сохранить. Еще в выходящем году появился новый статус для тех, кто работал на себя – самозанятость. Легализация предпринимательской деятельности, специальный режим налогообложения, благоприятные условия для работы оказались востребованными среди жителей республики. В числе самозанятых уже зарегистрировано более 8 тысяч человек. В России в выходящем году показатели производства и спроса говорят о значительном ущербе для промышленности от последствий пандемии COVID-19. Однако в некоторых направлениях есть предпосылки для роста. Так и в Чувашии. К середине года предприятия республики оправились от первого шока, смогли приспособиться к новым условиям и даже открыть новое производство. В Чувашии намерены создать промышленные технопарки с развитой инфраструктурой на базе крупных предприятий. Об этом говорили в начале года на встрече с директором Ассоциации кластеров и технопарков России Андреем Шпиленко. В ближайшие годы в Чебоксарах появится более 20 производственных площадок в индустриальных парках. Сейчас создают условия для предпринимателей моногорода Канаж, освобождают от налогов на имущество и землю. На создание технопарка в рамках национального проекта в регион могут поступить до 500 миллионов рублей. А в столичном индустриальном парке большинство участков уже заняты. Что неудивительно, здесь готовая инфраструктура, территория имеет транспортную доступность, резиденты пользуются налоговыми льготами. Статус территории опережающего социально-экономического развития получит Новочебоксарск. У ТАССР уже есть 18 потенциальных резидентов, готовых открыть 21 производство. Один из заводов строится на территории Химпрома. Общий объем инвестиций более 5 миллиардов рублей. Новый завод полностью закроет потребность страны в перекиси водорода, обеспечив сырьем целлюлозно-бумажную промышленность, медицину, косметологию и даже космическую отрасль. По расчетам создания территории позволит привлечь около 10 миллиардов рублей инвестиций и организовать более 1200 рабочих мест во втором по значимости городе-республике. Здесь установлен особый правовой режим для предпринимательской и иной деятельности. Это сделано для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных для жителей условий. В первой половине года пандемия больно ударила по ряду производственных предприятий. Многие вынуждены были приостановить деятельность, но практически все сумели принять вызов и перестроить работу с учетом новых требований. 70% сотрудников ЭКРО, в основном разработчики и управленцы, теперь работали дистанционно. Но такое решение позволило перестроить процессы внутри предприятий и не сорвать обязательства перед заказчиками. ЭКРО уже почти 30 лет разрабатывает, производит, налаживает и эксплуатирует современную микропроцессорную аппаратуру. Предлагает практически весь комплекс электротехнического оборудования собственной разработки. Многие предприятия расширили ассортимент выпускаемой продукции за счет столь необходимых сегодня средств индивидуальной защиты. После некоторой растерянности на рынке масок предприниматели Чуваши решительно взялись за дело. Появились даже принципиально новые модификации. Вместо ткани для изготовления стали использовать пластик. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в Чуваши, в 2020 году открывались и другие новые производства. В мае началось строительство завода объемно-блочного домостроения. Новое предприятие будет использовать уже проверенные временем технологии, а современное производство будет способно учесть потребности разных жилых комплексов. Еще одно производство, которое не побоялись открыть во время пандемии, выпуск ультрапастеризованных молочных продуктов на Чебоксарском гормолозаводе. Большой срок годности позволяет вывозить молоко, кефир, ряженку, сметану и другие продукты за границу. Новое оборудование может переработать до 100 тонн в сутки. Первую партию продукции отправили в Федеральный центр травматологии, где проходили лечение пациента с диагнозом COVID-19. Правительство Чуваши наметило разработать совместный план действий с каждым крупным предприятием региона, влияющим как на экономику республики, так и на социальную сферу. На Эларе, отметившей в уходящем году полвека, трудятся почти 4 тысячи жителей Чуваши. Предприятие – значимое звено не только в экономике региона, но и страны. Здесь производят военную и гражданскую продукцию с ориентиром на импортозамещение. Одна из них для железнодорожной отрасли – микропроцессорная система интервального регулирования, обеспечивающая безопасность движения поездов. Производственные мощности завода готовы принять новых инвесторов с их перспективными идеями. Предприятия концерна «Тракторные заводы» постепенно выходят из кризиса. За два года удалось стабилизировать экономическую ситуацию, а прошлый год даже завершить с положительной динамикой. Канажский вагоностроительный завод за год выпустил 4100 вагонов, а это в три раза больше, чем в предыдущем году. Но за предприятием до сих пор числятся долги предыдущих собственников, что мешает налаживать партнерские отношения и не дает возможности получать кредитные средства. Выправить ситуацию поможет процедура финансового оздоровления. Инвестиционные проекты, заложенные в комплексной программе социально-экономического развития Чуваши, обсуждали в течение года с различными экспертами. Из более чем 300 проектов треть посвящена непосредственно промышленности. Федеральное министерство промышленности совместно с правительством республики намерено разработать дорожные карты их реализации. Сюда попадают и тракторные заводы, и Хевел, и Сейспель, и ряд других крупных производителей. Коллегия выпускает современную продукцию, современную номенклатуру, которая востребована не только у потребителей в России, но открывает уже для себя горизонты на зарубежных рынках. И это говорит о том, что эта техника качественная, и она конкурентоспособна на внешних рынках. Поэтому рассчитываем то, что те инструменты поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, на региональном уровне, а фонд развития промышленности на сегодняшний Чуваши, с объемом капитализации практически самый крупный в России, это более полутора миллиардов рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил два крупных предприятия Чебоксар. Завод Чапаева, холдинга «Технодинамика», госкорпорации «Ростех» и «Текстильмаш». Это один из немногих в России заводов по производству ткацких станков, оставшихся на плаву. Завод по-прежнему экспортирует запасные детали к станкам. Михаил Мишустин отметил, что правительство готово поддерживать уникальные производства, соответствующие программы поддержки разработаны. Очень важно искать свою помощь через программу, что важно, что есть соответствующие программы, которые помогут в это реализовать. Уже мы сегодня говорили о том, что можно до 70% субсидировать научно-технические и конструктивные работы по новым изделиям. Это касается и телезрекции. Все то, что новое создается, будет поддерживаться. Чуваша вошла в число пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. В уходящем году подписано соглашение с агентством стратегических инициатив. Промышленный туризм – это демонстрация высокотехнологичных инновационных площадок, где ежедневно создается продукция высокого уровня. Проект призван повысить лояльность потребителей к брендам, выпускаемым в регионе, и привлечь молодых специалистов на производство. Приглашение поучаствовать в проекте, разработанном Минпромторгом России и агентством стратегических инициатив, направлено всем ведущим предприятиям республики. 16 уже ответили согласием. Уходящий 2020 год был сложным для всех, в том числе и для строительной отрасли. Весной, в самый разгар пандемии, на какое-то время были приостановлены работы на большинстве строительных площадок, жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Но, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в стране удалось завершить ряд важных объектов, а также решить проблемы обманутых дольщиков. Развитие промышленности сложно представить без подключения к инфраструктуре. Строительство магистральных газопроводов позволит обеспечить газом не только предприятия, но и населенные пункты республики. В августе Чувашия и Газпром подписали программу газоснабжения на ближайшие пять лет. За эти годы планируется газификация еще 13 населенных пунктов Чувашии. Республика со своей стороны обеспечит сооружение внутрипоселковых газопроводов протяженностью 82 километра, подготовку домовладений и шести котельных приема газа. В 2020 году продолжилась модернизация систем водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства Чебоксар. Она финансируется новым банком развития БРИКС при поддержке Минстроя России. Все проекты, реализованные на территории нашей республики, ранее получили высокую оценку комиссии. В сентябре 2020-го радостное событие произошло в деревне Чандрово. Более 10 лет жители населенного пункта ждали централизованное водоснабжение. Появится скоро вода и в южных районах республики. Правительство России поможет достроить станции водоподготовки и групповых водоводов Шамуршинского, Батаревского и Комсомольского районов. Водохранилище предназначено для снабжения качественной питьевой водой более 100 тысяч жителей Шамуршинского, Батаревского и Комсомольского районов. Еще в 2009 году на реке Карла были построены плотина, комплекс водочистки, подачи и сброса воды. Но вода до населенных пунктов так и не дошла. Завершение строительства так называемого Южного куста давно назрело. С учетом того, что вложены уже на сегодняшний момент колоссальные средства, осталось по большому счету только до завершения строительства групповых водоводов. Сегодня групповые водоводы разбиты на 11 этапов. Из них второй этап он построен, но в силу того, что его мощности недостаточно для того, чтобы запустить очистные сооружения по малому кругу, очистные сооружения не были запущены. Наша основная сегодня задача – это построить оставшихся 10 этапов водоводов, чтобы жители, так скажем, южных районов наконец-то получили воду. По словам министра, сегодня реализация проекта находится в активной фазе. Технологии Шамашинского водохранилища не потеряли актуальности. На 10 пусковых комплексов по предварительным подсчетам необходимо 1 миллиард 700 миллионов рублей. В ближайшее время на объект выйдут специалисты, чтобы провести мониторинг и оценить степень его изношенности. После реконструкции в столицу Чувашии открылись проспект Ивана Яковлева и Сугутский мост. Их обновление призвано значительно улучшить движение в Чебоксарах. Проспект Ивана Яковлева и Сугутский мост соединяют центр города с новыми микрорайонами, и их пропускная способность напрямую влияла на дорожную ситуацию. Если все наши ожидания оправдаются от новых технологий, если вот ежегодно, весной, не будут таких разрешений, как обычно было, да, вот тогда точно мы можем смело гордиться и уже на самом деле и автолюбители почувствуют, потому что те новые технологии, которые здесь применены, в принципе, нам должны дать, конечно, совершенно другое качество эксплуатации этого моста, то есть и долговечность, и комфорт. А улучшить движение на федеральной трассе М7 призван отремонтированный участок дороги в Козловском районе вдоль деревень Еметкина и Липова. Шумопоглощающие стенки, безопасные съезды и выезды, разворота и барьерные ограждения выполнены в рамках стандартов безопасности. На территории Чувашии сейчас 85% федеральных дорог приведены в нормативное состояние. В 2020 году объем Дорожного фонда составил рекордную сумму 5 миллиардов 720 миллионов рублей. На эти средства удалось отремонтировать 140 километров автодорог, построить и 20 километров новых, привести в нормативное состояние три моста, установить более 30 камер видеонаблюдения и комплекс весового контроля. В будущем году в Мариинском посаде начнется масштабная реконструкция. Муниципалитет стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среды с проектом «Веков связующая нить». Планируется реконструкция городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Разрабатываемые проекты будут направлены на активное вовлечение Мариинского посада в общероссийскую туристическую историю. В 2020 году удалось решить проблемы обманутых дольщиков. В эксплуатацию ввели два объекта. Один из них – дом для друзей, жилой комплекс Новочебоксарский. Два года 149 дольщиков ждали, когда застройщик компании «Снег» сдаст жилье. Второй объект – 23-этажный жилой дом на площади Речников, застройщиком которого является ООО «Речной фасад Чувашии». В результате в долгожданные квартиры смогли заселиться 340 человек. Кроме того, осенью было решено, что достраивать три объекта будут за счет Федерального фонда помощи обманутым дольщикам. Самая главная задача, конечно же, максимально ускорить все процессы, которые требуются привести по тем проблемным домам, которые на сегодняшний день имеются в Чувашской республике. Ну а дальше, мне кажется, не менее важное, это держать в поле зрения и в зоне внимания каждый многоквартирный дом, который на сегодняшний день пока еще имеет риски, даже гипотетические переходы в проблемный объект. В сельском хозяйстве республики в сложном 2020 году увеличился объем производства. Таким образом, тенденция роста сохраняется с 2014-го. Нужно отметить, что таких регионов в Приволжском федеральном округе всего два – Мордовия и Чувашия. Чувашия, кстати, увеличила и экспортные поставки сельхозпродукции по сравнению с 2019 годом на 40 с лишним процентов. По предварительным данным, индекс сельхозхозяйственного производства за 2020 год составил 105%. В этом году собрано зерновых 924 тысячи тонн, овощей собрано 150 тысяч тонн. Это лучший результат за последние 19 лет. По сравнению с прошлым годом выросли показатели по рапсу, хмелю, сахарной свекле и картофелю. К слову, в этом году в Чувашии впервые собрали урожай мини-клубни и картофеля, выращенного в Прайбирках. Всего лаборатория агрофирмы может производить до 100 тысяч микрорастений в год. Импортозамещение – это годное слово, но экономика самая главная и болезни не будем возить. Это самые главные две составляющие, которые важны для нас. Технологическим прорывом стал и тепличный комплекс Новочебоксарский. На площади в 10 гектаров здесь будет производиться более 17 тысяч тонн овощей. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, аграрный сектор не только сохранил объемы производства, но и позаботился о перспективах. В агрохолдинге Юрма запланирована реконструкция производственных площадей. Предприятие «Чеба Милк» в Чебоксарском районе начало реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса. Кроме того, сельхозтоваропроизводители Чувашии расширили сотрудничество с Росагролизингом. С начала года объем поставок вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы подписали соглашение о приобретении более сотни зерновозов. Я считаю, что это очень хорошее начало, очень хороший шаг. Это первая поставка крупной техники, произведенной в России и с коэффициентом импортозамещения 95%. Поэтому, конечно, это дает рабочие места, во-первых, в России. Это создает и новый импульс развития промышленности в Чувашии. В уходящем году меры государственной поддержки аграрного сектора удалось не только сохранить, но и дополнить. Только производителям молока выделили 186 миллионов рублей. На адресную помощь могут рассчитывать и молодые фермеры. Дело, начатое три года назад, Денис Авакумов из Вурнарского района ведет с толком в его распоряжении 150 гектаров земли, из них 70 отданы под многолетние травы, 40 под зерновые. Постепенно растет поголовье скота. Сейчас в хозяйстве около 80 коров. Сейчас стремимся на следующий год участвовать в конкурсе семейной животноводческой фермы. И хотим просто в дальнейшем тоже увеличить поголовье крупнорогатого скота. В данное время, к зиме, сейчас мы закупили уже холодильник, молокопровод и навозовое удаление. В этом году гранты выдают на новых условиях. К примеру, фермеры могут потратить их не только на строительство помещения, но и на приобретение рыбопосадочного материала, автономных источников электрогаза и водоснабжения. Кроме того, максимальный размер гранта для начинающего фермера увеличен с 3 до 5 миллионов рублей. Отдельно нужно сказать и о социальном развитии села. Одно из самых значимых решений руководства республики о дополнительном снижении ставки по сельской ипотеке до 1,5% годовых. Этой мерой воспользовались уже 500 семей. Больше стало и проектов, реализованных с помощью механизма инициативного бюджетирования во многих деревнях и селах появились детские площадки, новые дороги, уличное освещение. А в честь столетия Чувашии все населенные пункты получили по 100 тысяч рублей. Их тоже используют на благоустройство и развитие инфраструктуры. Особенно тяжелым этот год был для отрасли здравоохранения. Работа в условиях, диктуемых коронавирусом, приближена к боевым. Не случайно стационары, где лечат ковидных пациентов, называются госпиталями. Нагрузка на медицинских работников выросла в разы. С начала пандемии для работы с пациентами COVID-19 развернуты почти 130 бригад скорой помощи. Задействован весь автотранспорт службы. Часть амбулаторного звена. Но несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, другие направления не пострадали. Медицинская помощь оказывалась качественно и своевременно. Практически все силы медицинских работников в уходящем году были направлены на борьбу с коронавирусом. Заболевших принимали 15 инфекционных отделений в разных муниципалитетах. Изолированный стационар работал в третьем акушерском отделении Чебоксарской клинической больницы. Даже когда вся страна ушла на самоизоляцию, врачи оставались на передовой борьбы с COVID-19. На помощь им пришли почти 70 студентов медицинских вузов и колледжей. Добровольцы шли работать в красную зону. Несмотря на коварство нового вируса, медицинские работники Чувашии научились с ним справляться. В течение года отмечены случаи исцеления пациентов с высоким процентом поражения легких, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Врачам даже удается проводить безотлагательную операцию ковидных больных. Работа медицинских учреждений не ограничивалась борьбой с коронавирусом. В июле после реконструкции открылась Чебоксарская поликлиника номер 3, а в городской детской больнице номер 2 заработал инфекционный стационар. Это дополнительные 50 коек, приемно-диагностическое отделение и лаборатория срочных анализов. Благодаря инициативе и поддержке главы Республики Олега Николаева реабилитационный центр для детей приобрел «Локомат» — полноценный роботизированный комплекс, который повышает эффективность обучения ходьбе после травмы, инсульта и при детском церебральном параличе. В Республиканскую детскую больницу в 2020 году поступил магнитно-резонансный томограф последнего поколения и аппарат для устранения дыхательной и сердечной недостаточности. В Республиканский кардиодиспансер в рамках национального проекта здравоохранения поступил велоэргометр, который показывает возраст сосудов, их жесткость и может определить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из ключевых звеньев в здравоохранении — скорая помощь. Перспективы развития этого направления Олег Николаев обсудил со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, где были отмечены нестандартные идеи и практические решения внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи. Благодаря тому, что в Чувашии объединены все станции, отделения скорой медицинской помощи, центры медицинской катастрофы, эта система реально работает. В этом центре все практически обновлены автопарк, что ушли от аутсорсинга с частными компаниями, что приобрели собственные машины, машины качественные, и они работают на благо людей в Республике. Скорая помощь стала еще более скорой. Созданы две вертолетные площадки в Чебоксарах и в Алатарском районе. Первого пациента доставили с Батревского района в городскую клиническую больницу Чебоксар за 35 минут. На борту можно провести реанимацию, интенсивную терапию. Обслуживание вертолета в час обходится в 230 тысяч рублей. Большая часть средств выделяется из федерального бюджета. Есть и республиканские вложения. В этом году 35 жителей Чувашии воспользовались авиационными услугами врачей. Если сейчас мы занимаемся в основном межгоспитальными перевозками, то вообще в перспективе это, конечно, крупные ДТП, пострадавшие в крупных ДТП – это дети. Нейрохирурги, конечно, очень обычно говорят, что нужно исключать многоэтапность. Это позволит нам гораздо высокоэффективно оказывать медицинскую помощь. Работа врачей в непростых условиях этого года была отмечена на федеральном уровне. Орденом имени Николая Пирогова за особые заслуги в борьбе с новой коронавирусной инфекцией наградили главного врача Новочебоксарской городской больницы Веру Алексееву и заведующего инфекционным отделением БСМП Сергея Ефимова. Поддержку медицинские работники чувствовали со всех сторон. Бесплатное питание, такси, посещение учреждений культуры, помощь волонтеров и просто слова признательности от жителей республики, которые присоединились к акции «Спасибо вам, родные доктора». Мы понимаем, что наше внимание, так скажем, наверное, потребителей их услуг, да, на сегодняшний день для них это очень важно. А самое главное, если мы уделяем внимание этим врачам, мы, наверное, и сами будем более бдительнее относиться к своему здоровью. Ну и очень хочется, чтобы к Новому году у них так или иначе в глазах появился свет, появилось состояние надежды, что в конце концов мы подходим к какому-то рубежу, к какому-то окончанию этой страшной пандемии, и к Новому году будет все хорошо. Вот это как раз та акция, то теплое, то внимание человеческое, душевное, к врачам в этот нелегкий период. И врачи это видят, чувствуют, самое главное. И в тот короткий период, период отдыха, допустим, период получения подарка, допустим, и осознание того, что люди к ним неравнодушны, они люди видят, их работа, тяжелый труд, это действительно очень важно. Это важно, и врачи это ценят. Благодарность врачам не должна зависеть от эпидситуации в стране и мире. Свою признательность медикам может выразить каждый житель республики. Для этого достаточно присоединиться к одной из акций. Что такое карантин, многие поколения школьников знают не понаслышке. Но с таким понятием, как массовое дистанционное обучение, и педагоги, и ученики, и студенты, и их родители столкнулись впервые. Для этого оперативно внедрили онлайн-платформы. Как мама школьника скажу, что это серьезный стресс. Причем в таком стрессе находились все, кто имеет отношение к образованию. Но несмотря на это, практически все обязательства, которые взяло на себя правительство республики по развитию отрасли, в уходящем году выполнены. В уходящем году в столице республики распахнули двери сразу несколько образовательных учреждений. Открытие детского сада в микрорайоне солнечные жители ждали с нетерпением. Современный, долгожданный, замечательный детский сад. Особо приятно, что детский сад находится в шаговой доступности. Более 500 миллионов рублей выделили в этом году и на капитальный ремонт детских садов. Один из тех, кто давно нуждался в ремонте – детский сад в Синьялах Чебоксарского района. Ему 30 лет. В округе он один, нагрузка немалая – 150 детей. С момента открытия нашего детского сада у нас капитального ремонта ни разу не было. Конечно, в этом году нам выделили 10 миллионов на капитальный ремонт нашего детского сада. В День знаний открыла свои двери одна из самых больших школ в ПФО. Она рассчитана на 1600 мест и находится в микрорайоне Новый город. Школа номер 65 – инновационная. В рамках учебного процесса здесь работают профильные классы по химико-биологическому, технологическому и гуманитарному направлениям. Для первоклассников организована Малая физическая академия и Малый университет. Также в школе открыты три центра – Досуговый, Центр Инноваций и Олимпиадный. Новый учебный год в новом здании начали и ученики Байгуловской средней школы Козловского района. Оно рассчитано на 165 детей и оборудовано по всем современным стандартам. В новом здании – просторные учебные кабинеты, мастерские, библиотека, актовый зал, столовая. На первом этаже – блок начальных классов, медицинский кабинет. В уходящем году открылся республиканский центр для одаренных детей, распахнул свои двери и первый ресурсный центр. Он предназначен для подготовки волонтеров в сфере обеспечения безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Будущие спасатели проходят противопожарную, физическую, психологическую и медицинскую подготовку. Такой центр пока единственный в республике. На оснащение всем необходимым для обучения ушло более 11 миллионов рублей. В центре мы получаем жизненно необходимую информацию о том, как нужно спасаться при пожаре, как действовать на льду. И это на самом деле очень важные знания. Олег Николаев подписал ряд соглашений о сотрудничестве в области высшего образования и науки. Так, например, Российская академия наук и наша республика объединят усилия в сфере перспективных исследований и инноваций. В процессе задействуют как научные организации, так и производственные предприятия Чувашии. Республика по праву гордится талантливыми педагогами, а у нас их немало. Лучший воспитатель Чувашии работает в столичном детском саду «Кораблик». Учителем 2020 года стал преподаватель истории школы номер 45 Александр Григорьев. Когда вот задумывался о том, кем я могу быть, я сразу понял для себя, что рутинная работа, постоянная, монотонная, скучная, это не по мне. А в школе нет никогда, вот никогда не было и не будет ни одного дня, который похож на предыдущий. Это всегда что-то новое, всегда вот новый день, новые какие-то вызовы даже своеобразные. Поэтому вот школа интересна именно этим, там не скучно. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, сфера образования постаралась сделать все возможное, чтобы завершить год с минимальными потерями. Поиск эффективных онлайн-платформ, разработка новых методик образования, организация отдыха в условиях самоизоляции. Вот лишь часть задач, которые приходилось оперативно решать. Много мероприятий и практически все обучение переместились из оффлайна в онлайн. Это коснулось и чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. Впервые в истории соревнования прошли в гибридном формате. Часть испытаний проходила традиционно, часть дистанционно. В финале участвовали более трех тысяч конкурсантов. Наша команда заняла 11 место в общекомандном зачете. Три золотых, одна серебряная и четыре бронзовых. В общей сложности в активе нашей республики восемь медалей. Участие в чемпионате – это огромный ценный опыт, радость и, конечно же, огромная ответственность. Я очень рада, что смогла доказать, что я могу быть лучшей для своих наставников, родителей и друзей. Но, к сожалению, этот год стал годом потерь и во многом из-за коронавируса. COVID-19 унес жизни уже 500 человек. А сколько умерли из-за осложнений, вызванных вирусом? Давайте вспомним тех, с кем мы простились навсегда в 2020-м. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Год столетия Чувашии обещал стать ярким и запоминающимся. Но коронавирус отметился на территории культуры. Впервые за всю историю республики дома культуры, библиотеки, театры не открывались, а закрывались. Но, к счастью, не навсегда. Творческие люди и к работе в условиях ограничений подошли творчески. Спектакли и концерты перевели в онлайн-формат. Выставки на улице городов и районов. Массовые акции в интернет. ПЕСНЯ Столетие образования Чувашской автономии сформировало культурный фон всего уходящего года. Почти все события так или иначе были посвящены этой дате. Праздничный марафон открылся торжественно и ярко. Но, к сожалению, это был единственный раз, когда удалось собраться всем вместе. Некий элемент гордости. И гордости тем, что мы являемся одной большой семьей. И причем не просто Чуваши. Здесь у нас на территории Чувашской республики проживает около 120 национальностей. И, как известно, за эти 100 лет Чувашской автономии мы не помним, чтобы здесь у нас на территории были какие-либо, ну скажем так, напряжения на фоне межнациональных отношений. Очень было всегда приятно, когда Чуваши уже из других регионов тоже, скажем так, приобщаются этому Чувашскому единцу. На празднике памятной медалью столетия образования Чувашской автономной области одной из первых была награждена народная артистка СССР Вера Кузьмина. На протяжении многих лет она играет главную роль в культурной жизни республики. Такой же наградой в 2020 году удостоились ее коллеги по актерскому цеху. Учителя, врачи, строители, инженеры, работники сельского хозяйства, словом, все, кто своим трудом делает малую родину успешнее, привлекательнее и счастливее. Среди них мастера Чувашской вышивки. Ключевому виду народного творчества даже посвятили новый праздник. В честь Дня Чувашской вышивки прошла народная акция Сурбан Перле, во время которой в каждом районе вышли этот элемент национального костюма, а затем сложили их в большой символ. Чувашская вышивка – древнее, но по-прежнему живое искусство, которое органично вписывается в современное творчество. На выставке «Золотая роса пиков» элементы орнамента удачно дополняли костюмы из пеньковой веревки, ниток и даже из мастики. Создавать современные вещи, опираясь на традиции, вот, пожалуй, главная идея выставки. Впрочем, такой же лейтмотив был и у Чувашского межрегионального фестиваля национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». Приготовленные по национальным мотивам блюда оценивали кулинарные эксперты, судьи Всемирной ассоциации шеф-поваров. Наша республика показывала на международном уровне высокие баллы и прославляя Чувашскую кухню. Южная Корея заинтересовалась нашей Чувашской кухней. Также Индия. Я думаю, наша кухня, она будет на мировом сообществе. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не удалось в полном объеме провести Дни Чувашской культуры в Москве и Санкт-Петербурге. Но жители столицы все-таки смогли узнать о том, какие материальные и нематериальные сокровища хранит наша культура. В Государственной Третьяковской галерее открылась экспозиция из собрания Чувашского художественного музея. Еще одна выставка расположилась прямо под открытым небом, на Цветном бульваре. В экспозицию «Таван Щержив. Родина» вошли 32 фотоработы, которые показывают историю и современность республики. Когда мы подбирали фотографии, мы сделали все возможное, чтобы люди увидели не только красоту столицы Чуваши, а в Чебоксарах есть действительно на что посмотреть. Мы, конечно, хотели показать, насколько красивы районы республики. В год столетия Чуваши в Чебоксарах открыли мемориальную доску в честь видного политического и государственного деятеля республики, одного из создателей автономии. Проект, подготовленный Даниилом Эльменем, лег в основу легендарного декрета в ЦИКа и в Сабнаркома об автономии Чувашской области, подписанного 24 июня 1920 года. С тех пор эта дата и считается Днем Республики. В этом году одной из основных площадок праздника стал Красно-Читайский район. Здесь открыли Площадь Победы. В центре села разбили сквер и мемориальную аллею. Памятник павшим в Великой Отечественной войне обновили полностью. Большие задачи стоят в области социально-культурной деятельности на селе. Значительные средства в уходящем году были вложены в сельские и городские библиотеки, модернизацию сельских домов культуры, строительство и ремонт кинозалов. К столетию республики была проведена и огромная работа по сохранению культурного наследия. Благодаря федеральной финансовой поддержке отреставрированы здания многих музеев. Дом музея Лобачевского – единственный музей выдающегося математика. Полностью завершить реставрацию планируют к следующему лету. Грандиозный праздник хореографического искусства порадовал премьерой национального балета «Дорога лебедей». Такого аншлага никто не ожидал, но организаторы учли реалии сегодняшнего дня. Зрители сидели в шахматном порядке, на всех маске, а на входе еще и проверяли температуру. Премьера открылся и 30-й оперный фестиваль. Вечная шекспировская классика ожила на сцене театр оперы и балета. Самый молодой из фестивалей – театральное приволжье, организованное по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. В этом году конкурс прошел во второй раз. Культура – это не только театр, изобразительное искусство, народное творчество, но и язык. Обладевая родным языком, дети усваивают и обобщенный культурный опыт предшествующих поколений. Сохранение изучения и развитие чувашского языка. Проект с таким названием одобрили на заседании Кабинета министров Чувашии в уходящем году. Он предполагает большую системную работу и включает ряд новаций в преподавании чувашского языка. В этой программе 3 миллиона рублей заложено только для того, чтобы приобретать для библиотек книги на чувашском языке. Начиная с 2014 года в школьные библиотеки не заходили книги наших чувашских писателей. Вот в этой программе сохранения и развития чувашского языка уже заложены средства для школьных библиотек. Ольга заметила, все подводки у нас примерно похожи. Пандемия, конечно, нарушила планы, но выход из положения все-таки удалось найти. Казалось бы, формат таких событий, как спортивные состязания, сложно изменить. Но оказалось, и это возможно. А мне очень приятно отметить, что сидя дома на самоизоляции, многие осознали важность здорового образа жизни. Люди стали элементарно делать зарядку, а при первой возможности выбираться на открытые стадионы. По итогам 2020 года в Чувашии 48,2% жителей вели спортивный образ жизни, что на 1,4% выше, чем в прошлом году. По данному показателю, республика традиционно занимает лидирующие позиции в стране. При этом, благодаря принятому в этом году указу главы Чувашии, более чем на 20% увеличилось количество пожилых людей, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом. 45 градусов, опустите, ни в коем случае не подмачивайте, локти не сгибайте, локти, локти должен быть мягкий, но рука прямая. Сохранить молодость, несмотря на годы в паспорте, это возможно. Чебоксарец Сергей Харьков и сам ведет здоровый образ жизни и помогает молодым людям подружиться со спортом. Была идея такая, что собрать одну единственную сильную команду микрорайона. Основа всех основ – кожаный мяч. Это выступление дворовых команд. Значительное внимание в республике уделяется развитию массового спорта и подготовке спортивного резерва. Для школьников младших классов запустили программу обязательного обучения плаванию. В честь 25-летия Федерации тяжелой атлетики открылся зал для спортсменов этого вида спорта. Для детей с ограниченными возможностями здоровья улучшили условия для занятий спортом. С открытием регионального центра хоккея новую арену получили юные следж-хоккеисты. До этого у нас дети занимались, конечно, в здании, которое не было приспособлено, им было очень тяжело. Не было мест для хранения саней, для хранения экипировки. И родителям приходилось каждую тренировку привозить сани с собой. Помимо того, что ребенок на коляске, да, еще приходилось тащить с собой сани. Не все таксисты сажали в такси, то есть это большие сложности. А в этом здании у нас отдельная раздевалка, у нас отдельное помещение для хранения саней. Конечно, детям очень удобно, и дети с радостью приходят сюда заниматься. Легкоатлеты Чувашии на чемпионате России среди слепых смогли завоевать шесть медалей. Для ребят это отличная возможность поддержать себя в форме. Хотя в течение 2020 года это было непросто. Некоторое время спортивные объекты не работали. Спортсменам и тренерам приходилось общаться дистанционно. Пандемия заставила использовать новые формы работы. Например, состязания по силовому многоборью вынуждены были провести удаленно. Тем не менее, после снятия ограничений состоялись чемпионаты по биатлону и самбо. Известный шахматист Сергей Корякин решил, что самое время открыть в Чувашии шахматную школу. А организация рэкболистов получила аккредитацию в Республиканском министерстве спорта. Это новый уровень. Благодаря участию в федеральном проекте «Спорт. Норма жизни» в 2020 году в Чувашии продолжилась программа капитального ремонта спортивных объектов. Запланировано строительство десяти футбольных полей с искусственным покрытием. Одно из них построили в Красноармейском районе. А специалисты Всероссийской Федерации школьного спорта предлагают проводить мастер-классы для тех, кто работает со школьниками и участвовать в их профессиональной подготовке. Об этом договорились глава Чувашии Олег Николаев и президент Федерации Ирина Роднина. Республика, по ее мнению, имеет необходимый опыт работы в этом направлении. Мы работаем с детьми, и наша задача создать для них и условия, и возможности для регулярных тренировок, для интересных встреч и соревнований. В рамках партийного проекта «Детский спорт» планируется строительство крытых и открытых спорткомплексов. Три из них начнут возводить в республике уже в следующем году – в Цивильске и двух селах Батыревского района. Это Новая Котяково и Шигарданы. И пусть в 2021 году для каждого из нас спорт, как и прежде, будет нормой жизни, несмотря ни на какие обстоятельства. Ведь спорт – это значит здоровье. Ольга, я знаю, над кем пандемия оказалась невластна. Мне кажется, ты тоже знаешь. Вот так сразу не могу сказать. Мне кажется, всех накрыла. Тогда вспомни свой рабочий график в этом году. Да, совершенно верно. На режим и формат работы средств массовой информации все перипетии уходящего года никак не повлияли. Но, как обычно, старались держать вас в курсе всех событий, оперативно освещать все новости. Национальное телевидение Чувашии не ушло на карантин и на дополнительные выходные. Наоборот, в отдельные периоды мы даже увеличили количество информационных выпусков. Мы болели, но не теряли журналистской хватки. И благодаря этому узнали много интересных и приятных вещей. Весь круговорот событий в калейдоскопе новостей в середине марта в республике выявили первые случаи коронавируса. Доступ к спикерам ограничен, мероприятия в режиме онлайн. Но мы справились и выполнили все обязательства. Еще один итог – победы в журналистских конкурсах разной тематической направленности. От противодействия коррупции, реализации нацпроектов до детских программ. Кстати, наши юные коллеги – телевизионщики из студии «Куча Мала» в этом году победили в конкурсе грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Они сняли фильм-сказку «Королевство лишних слов». Мне всегда хочется все сделать идеально, поэтому есть какие-то моменты, которые я бы сейчас пересняла. Но в целом я безумно довольна работой ребят, особенно их ответственностью и трудолюбием, потому что съемки иногда длились по 12 часов. Об этих малышах можно сказать, что родились они в рубашке. Мало того, что они появились на свет в день чувашской вышивки, они еще и получили особые подарки – распашонки, которые тут же на них и надели. С праздником! Раститесь здоровыми, счастливыми. Приобщайте детей к культуре чувашского народа. Нам очень нравится. Молодец. Спасибо. Мамы уверены, распашонки станут для их детей талисманом. Ведь национальный орнамент и узоры – это своего рода генетический код народа, его история и традиции. В уходящем году мы познакомились с множеством интересных людей, наших земляков. Петр Николаев из деревни Новые Мамеи Канажского района поет и играет на разных музыкальных инструментах. А ведь ему скоро исполнится 90. С раннего утра в доме Николаевых звучит музыка. В детстве у меня не было никаких музыкальных инструментов. Когда я первый раз увидел нашего преподавателя музыки Павла Егоровича, он пока ведет беседу, а мне так хотелось, никого терпения, чтобы он сыграл что-нибудь нам. Но он только в конце урока взял скрипку. Вот полюбил я этот инструмент и начал играть. Играю сейчас с большой охотой, но годы дают знать. Музыкальная память немножко начинает хромать. И слух тоже самое. И поэтому некоторые произведения я без нот затрудняюсь играть. Музыкальная память А вот ветеран Великой Отечественной войны Иларион Иларионов из Ядрина в марте отпраздновал вековой юбилей. За проявленный героизм ветеран награжден орденами Георгия Жукова, Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией. Среди других интересных новостей Чувашский дуб занял второе место во всероссийском конкурсе, набрав в онлайн-голосование за российское дерево года 2020 25 720 голосов. А в столичном парке имени Андрияна Николаева появился известный мультперсонаж. Добродушный чебурашка так полюбился всем детям, что город решил порадовать чебоксарцев и гостей столицы еще одним арт-объектом. Это любопытный символ наступающего года бычок. В преддверии Нового года исполняются самые заветные желания. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» заслуженная артистка России Диана Гурцкая исполнила мечту восьмилетней девочке Насте из города Канаж и подарила ей синтезатор. Пусть в 2021 году исполнится и ваше желание. С Новым годом! Вот и подошел к концу наш информационный выпуск, а вместе с ним и информационный год. Он был очень насыщенным и очень сложным и очень многому нас научил. Например, не падать духом. Даже когда кажется, что все плохо и будет еще хуже. Верить в себя и в то, что все невзгоды рано или поздно закончатся. Но главное, мы в очередной раз убедились, что пережить все испытания и выйти из них победителями мы сможем только объединившись, помогая и поддерживая друг друга. Дай Бог нам в следующем году здоровья, сил и удачи. Берегите себя и своих близких. С Новым годом! С новым счастьем! С новым счастьем! С новым счастьем!